Латвия Зиннис, независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Премьер-министр Эвика Сейлани подчеркнула, что Латвия – демократическая страна, которая, в отличие от России, соблюдает Международные конвенции. И выборы президента Российской Федерации в Латвии будут проходить с 15 по 17 марта в помещениях посольства России в Риге. Сегодня в присутствии полиции клиническо-университетская больница имени Страдани переняла у компании Велва недостроенный корпус А2. Теперь больница намерена провести независимую экспертизу для проверки качества строительства объекта, поскольку список выявленных дефектов может быть неполным. По мнению министра здравоохранения, развивать финансируемые государством услуги в области травматологии и ортопедии нужно в клинической университетской больнице Страдани и Восточной больнице. Министр также указал на проблемы с услугами Рижского роддома. По его мнению, в отношении ухода роддом не является безопасным местом, отвечающим современным требованиям. Доуговпилс принял бездефицитный бюджет. Его расходы составят 150 миллионов евро, в том числе доходы планируются в размере 138 миллионов евро, и 10 миллионов евро составит остаток средств за предыдущий год. Бюджет бездефицитный, который, благодаря в том числе и заключениям Министерства финансов и агентуры ЦФЛА, позволит город привлекать европейское финансирование. Это финансирование, которое мы получили для развития индустриального парка, это финансирование, которое мы получили для развития инфраструктуры, это финансирование, которое мы получим и получили для, скажем так, реализации проектов реновации или ДК «Форштадта», или в том числе создание, допустим, зимней трассы для лыжников. Министерство внутренних дел передаст Украине 31 автомобиль и 4 дрона Госполиции. Технику получат Национальная гвардия Украины и Министерство обороны. Рижская дума решила ликвидировать 4 основные школы. Рижская белорусская школа Янки Купала будет присоединена к 86-й школе. Рижская восточная основная школа войдет в состав школы Шмеллинга. Балтмужская школа объединится с Ильгуциемской, а школа Желтока с 93-й школой. Также будет закрыт садик Саулэспути. Госполиция с помощью дрона в Риге-на-Юбле за короткий период времени зафиксировала 13 нарушений правил дорожного движения. За агрессивное вождение штраф составляет от 70 до 280 евро. Еще начисляются 6 штрафных баллов, а за проезд на Красный Свет штраф от 30 до 140 евро. Прокуратура предъявила обвинение экс-депутату Сейма и бывшему члену партии консервативной Рейне Сузнуотеньшу в нанесении легких телесных повреждений во время конфликта на лестничной площадке. Ранее полиция начала следствие по факту разжигания национальной розни. Рижский городской суд начнет рассмотрение этого дела 7 марта. Завтра в Латвии выглянет солнце, и температура воздуха во второй половине дня повысится до плюс 2-7 градусов. В пятницу и в выходные ожидаются дожди, временами сильные. Ночью температура воздуха будет плюс 1-6 градусов, а днем – до плюс 4-10 градусов. Латвия Зинис – независимое русскоязычное издание «Латвии». Ставь лайк и подписывайся на наш канал.